В конце ноября прошлого года в парке науки и искусств «Сириус» были подведены итоги всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участие в нем приняло 568 тысяч студентов из 76 регионов страны. Победителями стали 200 человек. Один из них – студент третьего курса московского областного филиала «Ранхикс» Матвей Шалунков. Сегодня он у нас в гостях. Ждем рассказ о конкурсе и о том, как живет современный студент. Матвей, добро пожаловать в студию. Добрый день, Нина. Рад вас всех приветствовать. Спасибо. Давайте начнем с вас. Почему решили поступить в «Ранхикс»? Прежде всего, «Ранхикс» – это имя. Я давно знал о том, что есть такой университет. И был очень рад, когда еще в школе узнал об том, что у нас открыт московский областной филиал «Ранхикс», бывший красногорский филиал. И моей мечтой было стать частью этого большого университета. И поэтому, когда узнал об открытии направления юриспруденция, понял, что все, надо браться за этот шанс. Я давно хотел изучить основы юридического знания. Я хотел больше узнать о том, как работает государство, о том, как работает общество. Плюс так получилось, что к 11 классу более-менее понял, что все-таки гуманитарий, физика, химия, наверное, не мое. И раз нужно было сдать всего лишь русские истории общества знания, тем более рядом с домом, значит, это шанс. Надо его ловить. Поэтому вот я уже на четвертом курсе начинаю писать диплом. Почему именно эта специальность? Мне всегда было интересно то, как устроено наше общество, как работает государство. В конце концов, мы каждый день сталкиваемся с тем, что нам необходимо подписать какой-то документ, разобраться в документации. И это некое знание, которое нужно приобретать, по моему мнению, еще в школе. Но, к сожалению, таких глубоких знаний нам не дают. Я подумал, если уж выбирать первое образование, такое практико-ориентированное, то, наверное, что-то про реальную жизнь. И в моем понимании юриспруденция, казалось бы, при всем том, что все идут на этих юристов. Нет, вот если чему я и научился как раз в УЗИ, это тому, что да, может быть, юристов и много. Но вот хороших юристов мало, а уж тем более мало людей, которые пусть даже не работают по специальности, но разбираются в юриспруденции. Так что тут скорее интуитивно понял, что вот оно, эта судьба, ну, как человек, который рождается, например, напротив МГТУ БАМа, но он понимает, что через дорогу в лучший университет страны практически надо ходить. А я родился в Красногорске, у нас в Красногорске есть прекрасный филиал прекрасного университета. Зачем ехать дальше, если все родное, оно вот тут? Понятно. То есть вы в профессию выбирали не по перспективности, а по личным предпочтениям, будем так говорить, да? В каком-то смысле да, да. Но я думаю, здесь произошел такой немножко симбиоз, потому что вот многие боятся, вот там искусственный интеллект, нейросети отберут у нас работу. Ну, действительно, да, даже нейросеть может сформировать довольно хороший документ, сформировать договор найма, например. Но человек все-таки отличается именно тем, что он может проанализировать ситуацию, рассмотреть ее с разных сторон, проконсультировать человека. Поэтому, наверное, юриспруденция это все-таки одна из таких вечных наук. И я думаю, даже если я захочу, например, всю жизнь работать в юриспруденции, без работы ни я, ни мои одногруппники точно не останемся. Как адаптировались в УЗИ вот на первом курсе? На самом деле, чем хорош московский областной филиал Ранхикс, это тем, что в нем, по сути, даже не надо адаптироваться. Буквально вот в первый-второй день ты оказываешься в зале с кучей людей, которые, как и ты, ничего не понимают, потому что они только поступили, только закончили школу. И выходит студсовет, и ты получаешь просто феноменальный рассказ о том, какая активная жизнь в УЗИ. Ты понимаешь, что проводятся спортивные соревнования, есть научно-студенческое общество, которое проводит научные конференции, есть множество выездных мероприятий, там, Марковник, проектный выездной форум, есть Капустник, это большое танцевальное мероприятие в ДК Подмосковья, где каждая группа готовит какой-то номер. И когда ты обо всем этом слышишь, ты начинаешь сравнивать со школой и думаешь, блин, я попал просто, ну, в рай активности. И поэтому ты сразу активизируешься, хочешь брать по максимуму возможностей, так как, ну, тебе все вокруг говорит, все, ты больше не маленький, ты закончил школу, ты совершеннолетний, бери вот жизнь за все поводья. И поэтому Ранхикс делает все, чтобы ты вот плавно вошел, ну, как будто это норма. Тебе не нужно стать активным, ты хочешь быть активным. Так что, я думаю, я активизировался, наверное, дня за два сразу и пошел что-то делать. Вы были в студенческом совете, тем не менее. Как туда попали, как туда вообще попадают и чем занимается студенческий совет? Ох, это так давно было, получается, вот на первом курсе, я уже вот четвертый. На самом деле довольно интересно. Прежде всего, каждый первокурсник по участию в слете Марковник, вот в этом проектном, может попасть в студенческий актив. Он начинает принимать участие в мероприятиях, его зовут там на волонтерские акции. Например, именно так я первый раз поучаствовал вне донора, я в нем участвовал уже, получается, три раза. Когда ты сдаешь кровь, переезжает Московская областная станция переливания, и ты сдаешь кровь, и выходишь с мыслью, что вау, я кому-то помог. К концу первого курса появляется возможность принять участие в выборах в студсовет. Вот, это довольно интересная вещь, ты проходишь несколько этапов, то есть личное собеседование, онлайн, где я должен рассказать о том, как ты видишь развитие вуза, в чем бы ты мог ему помочь. Вот, что вот первое зацепило. Тебе не говорят, что делать, на тебя смотрят как на соавтора развития академии. То есть ты вроде маленький, ну, первый курс, типа, что ты умеешь. Но к тебе подходят и говорят, вот нам интересно, как бы ты хотел развивать вуз. И ты как бы сразу открываешься и понимаешь, вау, мое мнение важно. И начинаешь прям целый план продумывать, продумывать. Собственно, таким образом, ну, в принципе, наверное, большая часть подавшихся попадает в студенческий совет. Первый созыв для человека проходит в рамках какого-то сектора. Например, я был в научном студенческом обществе, мы организовали научные конференции, там, интервью с предпринимателями, в случае спортивный сектор, спортивные мероприятия организовывать и так далее, и так далее. Вот, и в конце первого курса снова меняется созыв студсовета, и появляется возможность стать председателем студсовета. Я в выборах председателя не участвовал, я решил помочь своему другу выиграть еще одни выборы. Вот, но по этим итогам уже в студсовете я был руководителем сектора внешних коммуникаций. То есть там, искал партнеров, помогал привлечь каких-то классных ребят в качестве, там, спонсоров на какие-то мероприятия, там, какие-то подарки участникам предоставлять. Но в любом случае история про студсовет, это история именно вот про максимальное раскрытие потенциала студента. То есть, окей, даже если ты не идешь в студсовет, вот всегда в чате через 100 раз докидывают информацию, то у нас проводятся мероприятия, обязательно приходите. У нас день донора, даже если не записывались, подойдите, там, может, вы сегодня можете сдать. Или вот у нас субботник, поехали, там, парк почистим. То есть ты все время в таком режиме, я не только учусь, я еще и активный гражданин. Поэтому вот РНХ в этом плане, вот, наверное, один из лучших выборов для студентов вот нашего округа. Не мешает это учебе? Наверное, нет, потому что это взаимно друг друга дополняет. Условно говоря, преподаватели, они же не живут на другой планете, они знают, кто активничает, кто где принимает участие. И даже вот если ты вынужден, там, в течение месяца появляться, там, дай бог, один-два раза, но ты активно в чем-то участвовал, там, помогал, организовал мероприятия, ты приходишь, и преподаватели, ну, понимают, что, а, ты не прогуливал, ты реально что-то делал. Хорошо, ты накопил долги, но ты их сдай. Поэтому я думаю, что РНХ предоставляет довольно много возможностей для совмещения активной гражданской позиции и для совмещения его с хорошей учебой. Вы упомянули день донора, сказали, что уже три раза участвовали. Как проходит он в РНХ? Довольно важное дело, я знаю, что РНХ давно проводит такие мероприятия. Сколько человек там принимало участие? Ох, ну, я точно не считал, я всегда был, скорее, помощником в организации, когда был в студсовете, но я точно могу сказать, что, ну, больше ста человек, студентов, прям, точно пришло и точно сдало кровь. По следующему алгоритму, ну, идет запись, регистрация на день донора, в определенный день приезжает Московская областная станция переливания крови, там проходишь три этапа, во-первых, у тебя, ну, собирают медицинские данные, потом берут кровь, если у тебя все ок, то ты допускаешься к следующему этапу, тебе дают чаек, я не помню, до или после, но ты сдаешь кровь, то есть, там, втыкают в тебя трубочку, берут кровь, да, у кого там голова кружится, у кто-то, а, кровь, боюсь, но когда ты выходишь, ты понимаешь, что кому-то помог, и даже несмотря на то, что, ну, по закону полагается небольшое денежное вознаграждение, для студента, там, даже 200-300 рублей уже, вау, там, деньги, но вот именно вот этот вот остаток, что я сегодня не только учился, я пошел и кому-то помог, я считаю, это очень важная акция, и вот, если будет проводиться это вот до лета, до тех пор, пока я сам не выпустился, я с удовольствием приму участие еще раз. Какие мероприятия считаете еще важными в Ранхиксе? Кроме морковников, капустников, это такая вот неразвлекательная программа, какая важна? Если мы говорим именно про развлекательную программу, то, наверное, это спортивные соревнования, но в УЗИ, особенно для первокурсников, очень важно, когда ты как бы видишь тех, с кем участвуешь в каком-то мероприятии, поэтому соревнования там по волейболу, по футболу, это обязательно, на первом курсе я сам с удовольствием в этом всем участвовал, наверное, все-таки морковник, объясню почему, это слет именно, где ты учишься делать проекты. Ну, условно говоря, для меня история про проекты, история довольно понятная, то есть я там в твоем ходе участвовал, помогал в большой перемене, как-то вот вокруг росмолодежи постоянно суечусь, то есть для меня, в принципе, вся жизнь, это не там совокупность проблем, это совокупность задач, которые можно решить как проект. Но когда ты на первом курсе, особенно после школы, для большинства ребят задачка не в стиле, ну, тут есть проблема, да, надо ее решить, иначе нам конец, да, а именно, слушай, у нас есть возможность сделать что-то лучшее. И мы конкретно три дня на морковнике придумывали проекты, как сделать студенческую жизнь лучше, например, какой сектор нужен, какое мероприятие нужно провести. Я могу ошибаться, но вот именно на морковнике, на первом курсе, я придумал деятельность нового сектора для академии, которого, ну, мне оказалось, не хватает. И вот уже когда через полгода я попал в студсовет, мне этот сектор дали, и я им занимался, и я прям думал, блин, вот это действительно, когда материализовались твои намерения. Так что, наверное, самая ценная это именно морковник, ну, и, собственно, наверное, капустник в ДК Подмосковья, когда ты совмещаешь с учебой, вроде, ну, казалось бы, первый там месяц, второй месяц, первый учеба, это вроде собраться надо делать, но когда ты после пар собираешься с одногруппниками, репетируешь вот эту сценку, думаешь, блин, ну что я как в школе, как маленькие вот эти движения, танцы, но потом вот вспоминаешь, по сути, только это. Я реально запомнил именно то, как мы собирались, репетировали, и именно тогда я узнал вот своих одногруппников, не как там имя, фамилию, и то я еще там полгода доучивал, я помню, а именно как личности, то есть кто хороший организатор, кто харизматичный, кто там хорошо танцует. И вот до сих пор эти ассоциации, даже на четвертом курсе, они с собой очень сильно связываются. Например, именно тогда так сложилось, вот у меня есть три друга, с которыми я сижу на парте буквально с первого курса, я вспомнил, что мы сели именно на одну из репетиций так, до сих пор сидим вот в этой очередности, где там скравешку, там еще три человека, поэтому очень много теплых воспоминаний. Нравится ли учиться в Ранхиксе? Конечно. Чем? Мне нравится то, что преподаватели, во-первых, не только теоретики, но и практики, то есть многие из них работают, кто-то в органах, у кого-то частная юридическая практика, то есть если мы говорим о научной деятельности, кто-то действительно выпускает научные работы. Что мне также нравится, есть очень такой гуманистический подход, что они не мерят всех по одной линейке. Условно говоря, от тебя не требуют, чтобы ты там, условно говоря, стремился именно вот в такой научный вектор, научная юриспруденция. Условно говоря, каждый преподаватель, ну, я, естественно, округляю, но в среднем практически все преподаватели все-таки интересуются, какой у тебя жизненный трек. Например, я заранее обозначил, что для меня юриспруденция, помимо того, что мне просто интересен сам предмет, это история вот про немножко общественную деятельность. То есть мне нравится не столько за деньги там заниматься какими-то бумажками, я, например, четко для себя понял, что, ну, прям работать чисто по специальности, например, не то, чтобы мне хотелось, но мне нравится помогать людям решать проблемы, мне нравится вот вся эта история с молодежным парламентаризмом, с историей с какой-то такой общественной деятельностью с точки зрения, о, давайте сформируем, например, проект закона, который бы что-то поменял. Вот, например, я сейчас состою в экспертном совете по культуре при молодежном парламенте Госдумы, и, например, там была прям задачка, нужно разработать идею закона проекта. Ну, я понял, что, ну что, я зря учился, я прям на пятой странице расписал прям законопроект, прям вот четко как нужно со всеми формулировками о внесении поправок там в федеральный закон об образовании. И я такой, о, пригодились знания. Вот преподавателям это тоже важно, и они такие, о, хорошо, ты там, условно говоря, не будешь работать в криминалистике, не будешь работать в следственном комитете, мы там не будем тебя сильно тыкать, а вот если ты там прям хочешь работать, им важно, чтобы вот ты был их студентом, что они тебя выпустили, и они хотят тобой потом гордиться. Поэтому у нас некоторых прям вот муштруют, у некоторых, наоборот, типа, ну, ты разбираешься, как это работает, хорошо, но тебе больше и не нужно. Поэтому, я думаю, никому не нужно бояться поступать на ту же юриспруденцию, да, там, все право вообще, и криминалистика, и арбитраж, и гражданка, и так далее. Но если ты хочешь работать в чем-то одном, ну, вот там тебя и будут спрашивать, а остальное знай. То есть практически индивидуальный подход к каждому? Практически, да, вот, главное, не бояться обозначать свой вектор. Некоторые просто боятся сказать, чего они хотят от жизни, и преподаватели их, ну, спрашивают, как всех, хотя достаточно просто сказать, я собираюсь специализироваться на этом. Вот, ну, просто объективно, вот, прям заявляю, что хочу здесь работать. И все будет хорошо, главное сказать. Давайте теперь перейдем к конкурсу. Да. Во-первых, что это за конкурс? Почему решили принять участие в нем? Твой ход, да? Прежде всего, мне всегда нравится давать жизни шанс себя удивить. То есть, если есть какой-то неизвестный конкурс, ну, что-то объявили, проводится конкурс, мероприятие, какая-то, например, поездка, ну, казалось бы, ты ничего о нем не знаешь. Но вот всегда есть какая-то вот возможность зацепиться за что-то и, может быть, там, приобрести новых друзей, новые знания. И, ну, ты же не подписываешь там контракт на всю жизнь, что ты теперь только тут будешь. Я подумал, почему нет, надо вписываться. Попробовать. Да. Началось, на самом деле, все еще до твоего хода. Еще в 20-м году я был на втором курсе, запустился проект «Большая перемена». Я, ну, немножко сгрустнул, потому что, блин, такой крутой проект, такой крутой конкурс, но для школьников. Но, как бы, опускать руки – это не стиль студентов «Ранхикс», поэтому захотелось помочь хотя бы тем, кто участвует. То есть у меня же есть друзья, которые еще в школе учились, и я им там помогал проект допилить, где-то помогал с тем, как выступить, защитить проект. И вот они мне рассказали о том, что запускается такой же проект, но для студентов. И вот я буквально в первый же день, когда открылась регистрация, там, стал 61-м зарегистрировавшимся на конкурс. У меня до сих пор ID 61, хотя там была цифра, что 568 тысяч студентов сейчас уже за миллион. И там у меня у некоторых друзей ID миллион какой-то, а у меня 61. До сих пор вот это помню. И вот решил максимально вписаться именно с той точки зрения, что надо расти. То есть, да, «Ранхикс» круто, но я хотел бы принести для «Ранхикса» больше результатов. Поэтому вот полгода работы, защиты проектов. Я был очень рад, что, ну, помимо того, что победитель твоего хода получает миллион рублей на развитие, учебу, собственно, я на учебу в основном и потратил, «Ранхикс» получил из-за того, что было много победителей, 2,5 миллиона. Поэтому, ну, рад, что в вузу тоже что-то пришло. Сейчас уже второй сезон завершился, начинается третий. В принципе, крутая платформа именно для того, чтобы реализовать себя как студент. Вот каждый раз, когда, ну, я как амбассадор ездил и рассказывал о конкурсе, круто, когда ты говоришь, что вот там вас ждет миллион или вас ждут новые друзья. Но это очень трудно заходит тем ребятам, хорошим студентам, которые действительно хотят, как ни странно, получить профессию, хотят чему-то научиться. Для них главный вопрос – окей, круто, окей, классно, но, наверное, не сейчас. Я хочу учиться. И вот в чем преимущество твоего хода? Он позволяет абсолютно комфортно совместить два трека. Да, ты учишься, но мы позволяем тебе помимо учебы находить крутое окружение, ездить по стране, реально по самым красивым местам. Даже если ты там не выигрываешь конкурс, ты все равно получаешь от программы «Больше, чем путешествия» путешествия. То есть, условно говоря, выиграло 200 человек, на финале было 1000. И вот эти вот 800 невыгравших, они тоже получили практически семидневные путешествия. Кто-то на Алтай поехал, кто-то в Карелию, кто-то на Кавказ. Да, вот, например, мы победители вообще на Камчатку поехали 11 дней, там, очищали ее, проводили экологические акции. Недавно вот мой друг, он там с коптером ходил, снял очень крутое видео про Камчатку на час. И я вот всем показываю, говорю, вот, именно так выглядит крутой студенческий конкурс. Не только проект, но и некий лайфстайл. Ты выходишь с мыслью, что, вау, я хочу жить и создавать в России. Кстати, это как раз слоган был второго сезона. А с каким проектом пришли туда вы лично? У двух сезонов немножко разный фокус. Условно говоря, во втором сезоне каждый студент вел какой-то один проект от начала и до конца. В первом сезоне была немножко такая история более похожая на центрифугу, потому что ты залетаешь, например, в онлайн-этап. У тебя задача продумать проект в рамках одного кейса, ты его сдаешь. Если все круто, ты попадаешь на полуфинал, и там в течение трех дней у тебя вообще другие задачи. Если ты проходишь, то ты попадаешь на финал, тебе обнуляют все баллы. И вы три дня делаете еще раз проект. И это прям вот реально очень тебя выстраивает на будущее, что проект — это не то, что вы делаете неделями. Крутой проект — это когда вы увидели проблему и просто придумали хотя бы одно хорошее решение, как вы можете ее решить. Причем решение, оно всегда вот здесь. Если ты видишь, ну, условно говоря, несправедливость, ты уже более-менее понимаешь, как ее хотя бы начать исправлять. Если ты видишь, что чего-то не хватает, ты примерно уже можешь понять, а что бы здесь могло быть. И вот это осознание, что если я захочу, я могу в стране, в своем округе, в городе, в университете сделать что-то классное уже здесь и сейчас, и мне не нужно там три года и миллион рублей, а просто желание и команда. Вот это, считаю, очень крутая школа. И поэтому, ну, проектов было три, да, в основном говоря, на финале. Это был проект дисконтной студенческой карты путешествий. У нас был факультет путешествий. Это, ну, по сути, пушкинская карта. Вот, ну, мы подумали, ну, раз есть помощь в том, чтобы посещать театры, музеи, почему бы не помочь студентам путешествовать? Путешествовать. Да, вот сделать им дисконтную карту, они бы могли приезжать в регионы, и в определенных местах они могли бы их тратить не на культурные места, для этого уже есть пушкинская карта, а, например, для места, важные для молодежи. Например, какой-то антикафе, где собирается молодежь, или какой-то культурный центр, где молодежь, например, выступает с театром. И вот таким образом, приезжая, например, в условный Омск, я в нем еще не был, хочу посетить, я, например, не знаю, куда пойти, но я четко знаю по этой карте, что вот тут, 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 то есть молодежь. Я хочу туда сходить и узнать лучше город. Вот мы просто поняли, что такого нет, это было бы круто, и это зашло, поэтому вот мы выиграли тоже. А куда предлагаете путешествовать? Ой, на самом деле у нас такая прекрасная страна, я считаю, что пока ты ее всю не объездил, есть куда путешествовать. Вот у меня до сих пор в топе листа стоят хибины на севере России, Алтай обязательно хочу посетить, хочу доехать до Владивостока, очень хочу увидеть Сахалин, Курилы и так далее. В принципе, в прошлом году у меня был какой-то просто взрывной год. Я буквально был от Калининграда до Камчатки, то есть у меня эти две точки закрыты. Ездил на север по программе «Чистая Арктика». Мы 10 дней на берегу Ледовитого океана очищали металл, который там еще с военных баз остался в 50-е. В холод, в пылевые бури, просто по полной закованные в эти комбинезоны. Но 10 дней уборки, действительно, ты приезжаешь такой, блин, я как Биаргрилл сожил в этих диких условиях, но я сделал немножко вклад в то, чтобы страна стала лучше. Вот на Кавказ мы съездили, посмотрели, какие проекты можно там запускать. Поэтому участвуйте в конкурсах «Росмолодежи», «Твой ход», «Большая перемена», «Лига лекторов». Это вот сейчас очень крутое время для молодежи с той точки зрения, что можно развиваться, не мешая учебе. Поэтому это как «Ранхикс», но на максималках. На максималках расширены. Да, да, да. Второй сезон конкурса, что там было? По сути, практически то же самое. Ну, естественно, другая программа, другие кейсы. Ну да, ребята вели проект прям от начала до конца. Тоже ездили по стране. К сожалению, выиграть в той раз нельзя. Вот в «Большой перемене» можно выиграть там ряд конкурсов сразу. А вот ТХ, ну, в принципе, нормальный был такой заход, что надо помочь выиграть другим. Ну, условно говоря, мы уже поняли, что вы крутые, а теперь помогите тоже. И они сделали классную фишку, что можно быть наставником. И я понял, окей, хорошо, я не могу выиграть, но мне все еще важно помочь тому, кто еще этот шаг не сделал. Поэтому я взял себе пять команд, у которых был наставником, с кем-то взаимодействовал прям активно, с кем-то, ну, там, созвонил, как дела, а, у вас все хорошо, ну, вот я бы добавил это. Вот, и мне очень нравится, я очень рад, что вот у меня три команды выиграло вот тот самый миллион. И я такой, да, круто, а теперь давайте во что-нибудь инвестируем. Поэтому вот я сейчас всех склоняю. Ребят, вот, ну ладно, может быть, вы сомневались в первом, может быть, вы почему-то сомневались во втором, хотя я всем рассказываю, участвуйте в твоем ходе, это просто, ну, пока есть, берите. Вот третий сезон, я думаю, уже даже сомневающиеся пойдут, к чему я активно склоняю как раз и своих одногруппников. Одногруппников. А вот три команды с какими проектами выиграли? У меня есть крутой друг Олег, я как раз познакомился с ним на втором сезоне. У него есть проект, я вот боюсь сейчас ошибиться в описании, если, Олег, ты нас смотришь, то как бы поправь меня в комментариях. Очень интересная технология перчатки нейроинтерфейс. То есть буквально возможность управлять механизмами, электроникой с помощью движений рук. Это очень актуально для людей с ограниченными возможностями по здоровью, очень актуально для детей, которые проходят реабилитацию. То есть это управление дронами, управление техникой, то есть буквально немножко такая джедайская технология. Это прям было вау. Другая команда делала проект интерактивных квестов по Москве и Краснодару по интересным местам для иностранных студентов, то есть по английскому. Такая аудиоэкскурсия. Но не просто подкаст, а условно говоря там со звуками старого города, с немножко приглашениями актеров. Ну, в принципе, я в подобном участвовал, но действительно этого мало, и тем более мало для иностранных студентов. Поэтому у них проект прям зашел. Ну, были еще команды, но как бы не хочется кого-то прям отдельно выделять. Я тут сейчас начну всех вспоминать, это будет долго. Но в любом случае все ребята молодцы. Они поняли, что не то чтобы проблемы есть везде, но везде есть возможность сделать свою страну лучше и город лучше. Поэтому я считаю, что пока есть возможность, надо в таких конкурсах участвовать. Вы сказали про свое видение своего будущего. А реальный проект уже есть какой-то у вас в разработке? Да, есть в разработке. Именно как раз мы сейчас делаем интересную акселерационную историю, такую платформу, где ребята молодые, у кого есть проекты или бизнес-проекты, могут получить возможность их сопровождения практически либо до работающего бизнеса, либо до работающего проекта, который можно подавать на грант, например. Так получилось, что во время твоего хода я воспользовался еще одной крутой возможностью конкурса. Это возможность попробовать себя в новой специальности. Например, именно вот в первом сезоне твоего хода, именно благодаря тому, что я тыкался в каждую дверь, говорил, чем помочь, давайте вот здесь помогу, здесь помогу. Просто, ну, от чистого сердца там, мне никто не платил. Мне удалось спродюсировать определенное количество онлайн-эфиров. То есть я был человеком, который искал сценаристов, помогал со сценариями, вел интервью, давал интервью и так далее. И я понял, что, вау, мне нравится организовывать и помогать кому-то менее опытному, как-то ресурсами. Продюсерская деятельность. То есть, ну, по сути, продюсировать. Я понял, как называется вот эта организация, которая, по сути, через всю мою жизнь проходит. И вот я понял, что вокруг меня, во-первых, появилось много ребят, у которых есть ресурсы. Например, кто-то знает, как маркетинг развивать, кто-то знает, как делать рекламу, кто-то умеет делать сайты. А почему бы вот их всех не объединить и не помочь тем, кому нужно это все, условно говоря, в пакете? То есть у меня есть идея, у меня есть проект, но я вообще не понимаю, как делать его лучше. Окей, приходи к нам, мы тебе его прокачаем, ты попадешь в наше сообщество. И причем, что очень важно, не просто, ну, мы тебя сделали лучше, иди в свободное плавание. Хочется сделать эта история про сообщество. Поэтому мы еще формируем в рамках проекта «Бизнес-клуб». И вот планируем провести ряд крупных мероприятий летом-осенью, но пока в разработке, там, если кто на меня подписан, в социальных сетях все будет, обязательно позовем в проект. Это как-то будет связано с вашей будущей работой, например? Как ни странно. Вы решили, куда пойдете? По сути, да я никуда и не ухожу. У меня как-то так сложилось, что учеба, работа, деятельность, они все в каком-то вот одном процессе. Мне в свое время очень понравилась фраза, что у самурая нет цели, есть только путь, да, и ты как бы не должен вот хотеть, что где-то там за горизонтом у меня цель, хотя цели ставить нужно. Нужно понимать, что ты, по сути, уже сейчас должен заниматься тем, что тебе нравится. Хороший подход заключается в том, что, в принципе, тебе должно быть не особо важно, где ты, например, будешь там через 10 лет, условно говоря, там министром или продавать какие-нибудь коктейли на островах Тихом океане. Но если ты будешь делать то, что тебе нравится, условно, помогать людям, зажигать других, делать там добрые дела, может быть, писать книгу, может быть, где-то выступать, ты, в принципе, уже можешь делать это сейчас, и тебе должно быть абсолютно не важно, как это будет оформлено через 10 лет. Если тебе нравится помогать людям, тебе не важно, будешь ты врачом или волонтером. А если ты пошел во врача только потому, что там много денег, ты будешь либо хорошим врачом, но несчастным, либо наоборот. Поэтому, по сути, кем я буду работать, вот сейчас делаю проекты для ребят. Сейчас в рамках федерального проекта «Я в деле» проводим большие образовательные треки для молодых предпринимателей, студентов, как раз-таки, кто уже во время учебной скамьи хочет что-то делать. Да и просто, ну, по сути, просто живем, получаем удовольствие от жизни и стараемся каждый день сделать по максимуму. Поэтому я уже работаю там, где хочу в своей жизни. Так, хорошо, уже хорошо. А преподаватели любимые есть? Да, есть. Вот я сейчас выделю какого-нибудь или двух, и все такие, блин, остальных, значит, он не любит. Нет, люблю всех. Но отдельно я выделю, наверное, моего научного руководителя, Тамусу Умаровну Мижидову. Прекрасный преподаватель, очень много именно живых историй из практики, кому как помогла с точки зрения юриспруденции, кому помогла решить проблему. В принципе, много именно живых историй, что для меня очень важно, поэтому я пошел к ней как ученик с дипломом. И, наверное, отдельно бы еще выделил тоже важного человека, это Эдуарда Викторовича Багмацеру, это наш зав. кафедры. Он был у нас на первом курсе, очень много вел лекций, и вот всегда видно, когда человеку нравится его специальность, когда он рассказывает от души, он знает больше, чем написано в учебниках. Его просто можно слушать бесконечно. К сожалению, у нас его стало меньше со временем, он вроде как фокусируется на более младших курсах, но вот если бы еще пару месяцев Эдуарда Викторовича, блин, я был бы очень рад. А так все преподаватели прекрасные, действительно, у меня нет никакого такого негативного опыта, что вот, блин, вот к этому преподавателю я бы никогда не пошел. Нет, если бы кого-нибудь поставили, да, есть жесткие преподаватели, которые прям хотят, чтобы ты знал. Моя ленивая часть немножко бесится, потому что, блин, ну я же не так хочу учиться, как, может быть, все хотят от меня. Но круто, что даже если ты, может быть, где-то не хочешь, преподаватель, даже будучи жестким, может тебя смотивировать развиваться. Он ставит перед тобой планочку. И, в принципе, я вообще со временем, наоборот, понимаю, что самые важные учителя — это самые строгие учителя, потому что именно ты их будешь потом вспоминать, и именно они стали теми, благодаря кому ты вырос. То есть хорошие учителя прикольные, но, как бы, ты, скорее всего, не вырастешь. А Ранхикс — это идеальный баланс между преподавателями, которые, ух, тебя возьмут и доведут до результата, и которые не будут жестить, но с которыми ты проведешь прекрасные часы, на которых тоже будешь ностальгировать. Четвертый курс — уже есть тема диплома? Да, я буду писать диплом по защите авторских прав в интернете. Да. Здорово. Крутая тема, на самом деле. Нет, просто подумал, что хочется взять что-то относимое к реальности. Да, во-первых, это во-первых. Во-вторых, практика ориентированная. В-третьих, ну, конечно, можно взять какую-нибудь там теорию гражданско-правовых отношений, то есть что-нибудь прям максимально теоретическое, но при всем том, что я студент, я не так люблю лить воду, как обычно в мемах про студентах бывает, хочется рассказать про реальную жизнь. А это реально проблема, законодательство в этой сфере не слишком урегулировано, и, возможно, вот сейчас в процессе исследования я что-то смогу предложить, там, может быть, где-то ориентируясь на зарубежный опыт, там, например, китайский, у них очень развита эта сфера. Может быть, где-то вообще додумаюсь до чего-то нашего и скажу, ребята, давайте внедрять. Хочется сделать очень крутую работу. Скоро день студента. Да. Как будете отмечать? Что-то придумали новое? Ой. В этом году? Что-то. На самом деле у меня как-то не было такого, чтобы мы прям ходили отмечать день студента. Я помню, что обычно в день студента я учился. Наверное, так и должен проходить день студента. Но если мы соберемся с одногруппниками, будет очень круто его провести, ну, не хотел сказать, в последний раз, но такой в крайний, пока мы вот таким вот сбором собраны. Кто-то в магистратуру пройдет, кто-то нет. Но точно соберусь с некоторыми друзьями. Может быть, так, обернемся назад, попробуем вспомнить, как прошли вот эти четыре года, куда нас жизнь поведет потом. Но я думаю, вот прям такой максимальный срез, анализ мы, наверное, проведем на выпускном. У нас вот в начале июля уже все, сдача диплома. Ну и вот пойдем думать, ух, как быстро пролетели четыре года. На самом деле надо ценить время. Ну, а какой-то квест не придумали? Квест. На самом деле, если касаться вуза, то день студента у нас организовывает студенческий совет. Я сейчас не в САЗИМе. Но если мне анонсируют и скажут, что слушайте, приходите, у нас крутое мероприятие. Это, блин, ну в последний раз надо залететь, поэтому я обязательно сам пойду и друзей позову, а там, может, еще какую-нибудь свою программу придумаю. Здорово. Ну что ж, Матвей, спасибо огромное за интересную беседу. Да, Инна, спасибо вам. Тоже был рад вспомнить эти прекрасные четыре года. Это была «Территория КАН» на телеканале КРТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова